Приветствую вас! Надо сказать, что очень важно было бы знать возраст ребенка, потому что так вот без возраста ребенка совершенно вообще непонятно, сколько лет ребенку, почему расстраиваться, то есть как бы, ну, насколько ребенок развит, вот, и так далее. Значит, ребенку говорить нужно, в общем-то, только то, что папа не может прийти, вот, у бабы проблемы. Я полагаю, что вы будете здесь говорить правду, то у мужчины в любом случае проблемы, потому что вот это, знаете ли, не самое хорошее событие, которое происходит в жизни людей. Ну, вот, поэтому если вы скажете ребенку, что папа, проблемы, то, безусловно, он это будет правду, вот. Когда ребенок подрастет, вы уже сможете объяснить ему, как, в принципе, обстоят дела, да, то есть рассказать, как действительно все обстоит. Параллельно вам нужно самостоятельно, если вы уже развелись, то вам нужно либо поработать с психологом и отпустить отношения, чтобы начать жить дальше, вот, и искать мужчину. Либо уже сейчас, если вы развелись, опять же, искать мужчину для отношений, чтобы все-таки у ребенка была мужская фигура, без нее, конечно, будет тяжело. Но, опять же, непонятно, какого пола ребенка, какого возраста ребенка, это все очень важные вещи. Не пытайтесь скрыть информацию об отце, говорить о нем только хорошо, то есть не надо говорить ничего плохого, плохого, именно ругать не надо. То есть высказывать свою какую-то оценку, да, вот тому, что делал ваш большой мужчине, не стоит. Вот, если там действительно у мужчины, к примеру, что это не вышло, да, об этом сказать, в принципе, можно и нужно, но ругать и занижать, искусственно занижать значение отца и очернять отца, мне кажется, неправильно. Вот, поэтому, я не думаю, что идеализация кого-либо и чего-либо есть в путь в верном направлении, но я также думаю, что необходимо, чтобы у ребенка вспоминавался адекватный, максимально адекватный, насколько это возможно, взгляд на вещи, взгляд на мир, взгляд на то, что происходит, и только так, только благодаря этому вы можете рассчитывать, что у ребенка будет более-менее нормальная жизнь, вот, и... она будет успешная, продуктивная и так далее, вот, такого того, чтобы не копили, не копились обиды, обиды на отца, например, да и на вас заодно. Вот, конечно, здесь есть и ваша недоработка в том смысле, что, ну вот, вы разводитесь, а почему ребенку не объяснят, кто разводит, почему, допустим, папа не поговорил с ребенком, вот, то есть, как бы, здесь не совсем понятная история. А еще, что непонятно, это, пожалуй, то, по какой причине отец не приходит. Ну, если у вас есть контакт, то обязательно поговорите и скажите, что ребенку нужно. Если папа не хочет, то, соответственно, может так сказать, что папа тяжело переживает развод, у папы не получается пережить развод. Папа тяжело, папа страдает, ну, к примеру, к примеру. Вот, и, собственно, опять же, это будет правда, это будет правда, это не будет как-нибудь обман. Вот. То есть, самое главное, не обманывать ребенку, это самое главное. То, что вы можете и должны сделать. Ну, и лично меня настораживает, почему вы затрудняет, что ответить ребенку. Вот. Потому что получается, что у вас своей четкой позиции нет. Получается. Ну, вы поправьте меня, если я ошибаюсь. Может быть, вы сами развод еще не пережили до конца. Может быть, вам самой еще плохо. Вот. Я не знаю. Но надо настораживать, что у вас, как бы, нет ответа для ребенка. Вот. У вас есть, как будто бы, противоречия. Именно вот, внутри вас есть, как бы, противоречия, которые не позволяют вам, да, для себя, вот, для себя, четкую позицию, четкую, ясную позицию выявить. Потому что происходит. Может быть, именно поэтому ребенок вас спрашивает снова и снова. Потому что у него, он чувствует. Он чувствует, что, ну, если сомневаетесь, чувствует, что вы плаваете, как бы. Вот. Если так, то тут уже нужно работать, работать с вами. От того, как вы переживаете расход, да, зависит то, как переживает его ребенок. Вот. Если у вас, как будто, хорошее отношение, то с вас самой обиды нет, то его ребенка тоже будет. А если вы ребенку пытаетесь сносить то, чего сами не чувствуете, то, ничего хорошего из этого не получится. Так или иначе, развод – это не что-то позитивное. Так или иначе, развод – это не что-то хорошее. И так или иначе, скорее всего, вам нужна помощь. Это правда. Если только вы не пришли к задвору. Вот прям суперосознанно, суперосознанно. На этом все. Обращайтесь, если у вас остались вопросы. Обращайтесь, если вам нужна будет помощь. Для этого рекомендую выбрать только специалиста и разобрать вашу ситуацию попробнее. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Вот наконец! Продолжение следует...